С крыши дома номер 41 по улице Толбухина съехал даже Карлосон. Кровля износилась на 70%. На поверхности буквально нет живого места. От этого страдают квартиры верхних этажей. Решение есть – капитальный ремонт. Чтобы его провести, необходимо собрать нужное количество голосов жильцов. По сути, делать или нет, решают собственники квартир. Казалось бы, какие могут быть проблемы. Вот только часть владельцев не живет в общежитии, еще часть воздерживаются. Это нам пояснили в управляющей компании. Ответственность за пятиэтажку она взяла в 2020 году. Когда мы сюда зашли, я зашла сюда сама, инспектировала подвал. Так же, как я делаю во всех остальных домах. Вышла я отсюда, можно сказать, с зазами на глазах, потому что подвал был полностью завален. Там было не пройти. Он был затоплен. С тех пор подвал отремонтировали, весь мусор убрали. Плюс промыли систему отопления. На этом проблемы дома не закончились. Остро стоит вопрос с холодным водоснабжением. Все еще фиксируются порывы. А еще система электроснабжения. В 2020-м жители жаловались на перебои почти каждые выходные. Как пояснила Рамиля Басырова, чтобы привести дом в порядок, нужно минимум 5-7 лет и внушительная сумма денег. Пока вопросы стараются решать постепенно. Кто-то из жителей с этим согласен, кто-то нет. Вторая категория попала в объектив камеры нашей съемочной группы на прошлой неделе. Первая – сегодня. Люди обеспокоены, что из-за критики действующая управляющая компания от них откажется, как и все остальные. В свою очередь ее руководитель обнадежил. Пытаться решить многолетние проблемы здесь будут вместе. Рука помощи дотянется лишь до кровли, коммуникаций и прочего, что входит в зону ответственности управляющей компании. Эта зона заканчивается на пороге квартир собственников. Они, в свою очередь, отличаются от традиционных. Кухня, коридоры, санузлы и душевые – тоже часть жилой площади. Соответственно, и ремонтировать ее люди должны самостоятельно. Собственники не совсем понимают границу ответственности, которая наступает. Я бы хотела обратиться к собственникам, чтобы они посмотрели 491-е постановление, в котором как раз разграничают ответственность управляющих компаний и собственников. Кроме того, именно в 491-м постановлении, в 41-м пункте написано, что ответственность за содержание общего имущества несут собственники. Управляющая компания – их правая рука. Через нее владельцы квартир могут поднять любые интересующие вопросы. А вот чтобы их решить, одного обращения мало. Нужно найти общий язык друг с другом. А это порой куда сложнее, чем собрать идеи и подписи для их реализации. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда. ТВ.